Прокомментировать по поводу уверенности украинской аудитории, что котла нет и заявлением Порошенко. Это пропаганда, чистая вода. Им там вообще надули мозг конкретно. Я бы даже посоветовал, знаете что, пусть кто-нибудь из гражданских приедет сюда, мы пропустим. Посмотрит своими глазами. Просто посмотрит и все. Что-то как-то, почему. У меня он с Киева одна девчонка называет оккупантом. Я говорю, ну не знаю, может быть я и оккупант в твоих глазах. Почему нас называют оккупантами, местных жителей? Мы террористы? Террористы. Я говорю, мы террористы. Ну ладно, я на Бен Ладена похуже. Ну и что. Я на своей земле. Ну ладно, только спрятавшись здесь, на Украине. А то, что там американцы говорят, что его убили. Если бы так вам можно было рассказать то, что мы видели, то, что они творили, например. Ну скажем, в Новосветловке. Расскажите в двух словах буквально, что там нельзя? Нет, нельзя такое рассказывать, потому что любая женщина, если она женщина, просто даже этого рассказа не видели. То есть издевались над местными, да? Ну я не буду, потому что если уж у нас нервы сдавали, то что говорить о простых людях. А какой там тербат стоял или какие-то войска там стояли? Нет, там были наши старые знакомые. Жень, скажи, Айдар. Айдар? Да, и наемники были. Они в котле сейчас сидят все, получается? Ну здесь тоже есть. Доберемся, вопросов не будет. Поговорим по-английски, по-испански. Возьмите интервью. Завтра. Приделы поедного разговорника мы любым языком владеем. Просто видите, у них по тактике никакой нету и жестокость, ну бессмыслием просто она вот так вот выплескивается. Дурость, тем более наркотики у них, это постоянно. Да вон ты гони вот где, вот этот дом гадет. Везде баяны использованы, валяя. Слушайте, а можете с нами прогуляться сейчас, можете показать там где-то-то лежит? Ну тишина, покажи. Заснять хотим? У них воронтехники потеряли. 11 единиц техники, 5 танков, 6 БТРов, БМП И рапиры, как минимум 3 Вот одна, там вторая и там еще третья Вчера здесь был очень тяжелый бой Украинские силовики потеряли много народа К сожалению, были потери со стороны республиканских войск Сегодня окончательно зачистили, даже артиллерии пока что не работает А вот это самое БМП Сейчас, соответственно, идет работа по разминированию Из зачистки до зачистки этого района Командир подразделения, которое здесь работало, сказал, что подбили они 5 танков С их стороны потерь нет Тем не менее, это все на фоне вот такого яростного боя Когда лежит 1, 2, 3, 4, 5, 6 Что-то РПГ-хи какие-то Это седьмые, а не седьмые, это восемнадцать Восемнадцатый Это мухи как раз Мухи Очень Вот сюда посмотри Сейчас Еще лежат патроны раскиданы С таким приветом Это да, о, что тут творится, смотрите Да Это тут, да Просто крошево было Просто крошево Валяется этот танк, видимо, оторвало Что-то это прилетело сегодня Я думаю, что это от БМП Ах, господи Что-то я не вижу А вот и башня Воткнулась Так Звук есть прельбы слышишь? Слышишь? Ну вот Ты готовься на всякий случай Предвосхищая в восторге моей украинской аудитории Хочу сказать, что эта техника украинская И о чем свидетельствуют вот эти полосы, насечки Вот, три, все как положено Впереди, вон, видите, рапиру захваченную То есть тут все было очень повзросло На калии боя свидетельствуют вот эти разорванные в клочи бронежилеты Их просили не трогать, потому что тут пока все заминировано Их почему-то никто не взял Раз, два, три То есть, наверное, куда делся хозяева этих бронежилетов Я не знаю Ну, сейчас схожу, посмотрю Может быть, они лежат здесь где-то рядом Воронка, да, судя по всему, в воронке лежит выброшенный из сгоревшей бэхи БМП БМП-2 Новый Завет Жгуты Боекомплект Разгрузки Вон, 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 полный ящик Вон, полный ящик Все заварено патронами То есть Рубилова была тут очень-очень серьезная Вот Еще одна разгрузочка Пахнет что-то, ребята, каким-то Запах, как будто тут что-то лежит от кого-то запчасть какая-то Лежат остатки, шметки украинского военнослужащего, рукав. Это отбитая рапира, стоит она дулом в сторону, на внешнюю сторону котла, то есть котел находится у меня за спиной, соответственно, с обратной стороны рапиры. Это брендаж, там внутри видны какие-то продукты, мешки, но лезть туда категорически не рекомендуется, потому что террористически могу быть заминированно, рисковать. Это мотолыга и две бэхи, принадлежавших украинским силовикам, уничтоженных ходит в танковой атаке на кануке. Четвертый класс защиты. Дата изготовления 6 июня 2014 года. Корсар 1.4, производство предприятия, темп 3000, непонятно, что производство. Что-то украинское. Так, соответственно, это станина, да, называется она правильно? Подптура. Установка Птура. Это все трофеи мы снимаем. Это, соответственно, гранаты из-под РПГ-7, кумулятивные противотанковые гранаты советского производства. Мухи, да, это лежат мухи. Это ВОГи, да, вот эти? Ага, 25П. Укрия. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Что мы делаем. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.